Здравствуйте, ребята! Сегодня для работы вам потребуются тетрадь, ручка, карандаш и желание продуктивно работать. Тема нашего урока – занятие увлечения подростков. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Сегодня на уроке вы будете сравнивать стилистические особенности различных текстов, учитывая цель, целевую аудиторию и позицию автора, а также проанализируете бессоюзные сложные предложения. Анри Бергсон, французский философ, лауреат Нобелевской премии 1927 года, писал «Жить значит меняться, меняться значит взрослеть, а взрослеть значит непрестанно творить себя самого». Ребята, подумайте над открытым вопросом. Что значит творить себя самого? Какие способы вам могут помочь в этом? Возможно, ребята, вы ответили, что творить себя можно с помощью спорта, музыки, творчества. Одним словом, с помощью увлечений и занятий, которые помогут вашему саморазвитию. Прежде чем мы перейдем к изучению новой темы, я предлагаю вам выполнить задание. Работать вы будете со словами, связанными с темой. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, назовите тему, объединяющую слова. Проверим, ребята. Данные орфограммы вы можете проверить самостоятельно. Все эти слова связаны темой увлечения, досуг. Обратите внимание на предложение, в котором несколько грамматических основ. Выразите с помощью интонации отношения между его частями. Общение через интернет – наиболее распространенное увлечение молодежи. Большинство подростков выкладывают актуальные фото в социальную сеть, снимают видео в прямом эфире, отвечают на вопросы. Давайте проверим. В данном предложении простые предложения в составе бессоюзного сложного читаются с перечислительной интонацией. Следовательно, выражают значение перечисления. Общение через интернет – наиболее распространенное увлечение молодежи. Первая часть. Большинство подростков выкладывают актуальные фото в социальную сеть, снимают видео в прямом эфире, отвечают на вопросы. Вторая часть – осложненная однородными сказуемыми. Запомните, ребята, в бессоюзных предложениях со значением перечисления сообщается об одновременно или последовательно происходящих событиях и явлениях. Давайте посмотрим в предложении. Подростковый возраст, возраст перехода из детства во взрослую жизнь. Этот переход происходит постепенно. Вы смогли увидеть, что бессоюзное сложное предложение синонимично сложно сочиненному предложению соединительным союзом. Как это будет звучать? Подростковый возраст, возраст перехода из детства во взрослую жизнь. И этот переход происходит постепенно. Между предикативными частями бессоюзных сложных предложений со значением перечисления ставится запятая. Давайте поработаем с тестом. Какие отношения устанавливаются между частями сложного бессоюзного предложения? Отношения перечисления, сопоставительные отношения, отношения причины или отношения пояснения. Определите бессоюзное сложное предложение. Лес, горы слились, все окуталось густым туманом. То солнце светит, то идет дождь. Прошло много времени с тех пор, как они разлучились. Там счастье не диво, где трудятся красиво. Укажите номера двух бессоюзных предложений. Тургенев нисколько не изменил жизни, и даже в переписке его за это время о войне очень мало. Он не заслужил света, он заслужил покой. Здесь только он начал собирать мысли, увидел в ясном и настоящем виде свое положение. Стал разговаривать с собою рассудительно и откровенно. Вечереет, темнеют кусты неодетого леса. Следующее задание тестовое. Укажите примеры бессоюзного сложного предложения со значением последовательности. Катя открыла окно. В квартиру ворвался холодный осенний ветер. Вечером начался дождь. Вывешенная на балконе одежда сразу промокла. Ребята присели под высокой яблоней. Палило солнце. Вечерело. На небе по одной загорались звезды. Проверьте правильность выполнения теста, ребята. Ответы перед вами. Вы достигли цели обучения, если можете устанавливать отношения в бессоюзном сложном предложении, если можете выделить бессоюзное сложное предложение среди других сложных предложений, если определяете значение последовательности или одновременности в бессоюзном сложном предложении. Ребята, перенесите в тетрадь таблицу. Прочитайте два текста о примерах для подражания среди подростков, Сравните тексты и опишите их в таблице. Обратите внимание на параметры сравнения текстов. Форма, жанр, целевая аудитория, цель, содержание, тема, идея, проблема текста, стиль, лексические особенности и синтаксические особенности. Обратимся к первому тексту. Это вдохновляет, когда она чувствует себя усталой, безинициативной или просто раздражительной. Наталья и Самира участвовали в исследовании, проводимом психологами, для того, чтобы выяснить, как наличие примеров для подражания в подростковом возрасте влияет на становление личности в будущем. В этом исследовании приняли участие старшеклассники в возрасте 16-17 лет. Их попросили рассказать о людях, которым они стараются подражать. Результаты исследования оказались несколько неожиданными. Во-первых, 60% опрошенных отметили, что у них нет и никогда не было примера для подражания. Во-вторых, удивило то, кому именно молодые люди стараются подражать. Принято считать, что в качестве примеров для подражания подростки в основном выбирают известных музыкантов, спортсменов, актеров и политических деятелей. Однако выяснилось, что некоторые из участников этого исследования хотят быть похожими на людей, которых они встречают в повседневной жизни – членов семьи, учителей и сверстников. Таким образом, образцом для них может служить обычный человек, который способен помочь молодому человеку раскрыть свой потенциал. А сейчас давайте познакомимся со вторым текстом, записью из блога известного спортсмена. Дорогие друзья, я снова в сети. Сразу хочу сказать, что последние дни были очень насыщенными. Я, конечно же, не забыл о предстоящем чемпионате, но пришлось отвлечься. Моим спонсорам надо было, чтобы я поучаствовала в рекламе новой коллекции спортивной обуви. Мне даже на тренировку пришлось идти в 5 утра, чтобы потом успеть на презентацию новой коллекции. Но отель-то был какой! Пятизвездочный! И вечер был просто потрясающий! Мне посчастливилось познакомиться с нужными людьми, бизнесменами и владельцами серьезных компаний. Потенциальные спонсоры, может быть! Ну и, конечно же, встретил много молодых людей, которые мечтают сделать карьеру в спорте. Приятно видеть, что я для них такой авторитет. Мы сделали много снимков вместе, скоро появятся в сети. Было здорово, но в результате я задержался и опоздал на следующую тренировку. Пришлось объясняться с тренером. Но его это не убедило. Он все равно заставил меня наверстывать упущенное. И несколько бесконечных часов я провел на тренажерах. Признаюсь, я был как выжатый лимон. Но без паники. Я все ближе и ближе к цели. Теперь я просто обязан держать себя в форме. Осталось всего две недели. Следите за моими результатами. И напоследок. Никаких встреч с друзьями. По крайней мере, до чемпионата. Ребята, я думаю, что во время просмотра текста вы работали с таблицей. Давайте посмотрим на примерный ответ. Сходство текстов. В чем оно? Конечно же, их сближает тема. Примеры для подражания. Различия текстов. Да, тексты различаются. У них разный жанр. Первый текст является журнальной заметкой. Второй текст – записью в блоге. Целевая аудитория. Тоже различная. Первый текст – читатели средств массовой информации. Во втором тексте целевой аудитории являются подписчики автора блога. Целью первого текста является поделиться результатами исследования. Цель второго текста – обращение к подписчикам блога для того, чтобы передать впечатление. Я думаю, вы обратили внимание и на различия в идее и проблеме этих текстов. В первом тексте – обычные люди, необычные примеры для подражания. Вот какая идея. Проблема второго текста – необходимый постоянный самоконтроль спортсмена. Ответственность молодого человека за результат своей работы. Стиль текста также разный. Первый текст – публицистического стиля. Второй текст принадлежит к разговорному стилю. Как вы определили, к какому стилю принадлежат данные тексты? Конечно же, в этом вам помогают лексические особенности. В первом тексте в основном лексика книжная. Такие слова, как кумир, потенциал, доказывают это. Устойчивые сочетания прилагают усилия, принято считать, служат образцом, а также обилие эпитетов. Лексика второго текста – смешанного стиля. Наряду с разговорной вы можете увидеть заимствованные слова, такие как потенциальный, авторитет, спонсор, отель, карьера, чемпионат. Сравниваем дальше. Синтаксические особенности текстов тоже различны. В первом тексте вы могли увидеть вводные конструкции, вводные слова. Синтаксис этого текста сложный. Сложно подчинённые предложения, простые, осложнённые. А вот во втором тексте очень много обращений, риторических восклицаний, использованы неполные предложения и даже есть примеры порцеляции. Давайте подведём итог урока. Сегодня вы сравнили стилистические особенности различных текстов, учитывая цель, целевую аудиторию и позицию автора. Проанализировали бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Давайте возвратимся к эпиграфу нашего урока. Эти слова Анри Бергсона прозвучали в начале урока. Почему? Я надеюсь, вы задумались, что любые увлечения и занятия важны, если они помогут вам в самоопределении. На этом наш урок подошёл к концу. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова